Доброе утро, жители Приангария и области! Это утреннее шоу-барабан. И этот день встречаем вместе с вами мы, Александра Малых и Глеб Нечаев. Сегодня мы поговорим с вами о том, что запугающее многих словок криптовалюта. С нашим экспертом мы обсудим один из самых чарующих музыкальных жанров. Это блюз. Считаем деньги под блюз. Так обозначим нашу сегодняшнюю тему. На календаре уже 30 января. На Руси этот день считали половиной зимы и приговаривали. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет. И все, морозом встанет. А чтобы не стянуло нас с вами морозом, давайте встанем и как следует разомнемся. Тем более, сейчас самое время нашей постоянной рубрики «Разминка». Сделаем зарядку в радость! Привет, Иркутск! Как ваше настроение? Уже позанимались спортом? Меня зовут Валерия Шемелевич, и я тренер групповых программ по аквафитнесу. Рада предоставить вниманию свою авторскую программу тренировок в воде. Готовы? Наша задача – разогреться. Колени высоко. Бег, бег, бег. Хорошо. И с правой ноги начинаем. В сторону. В сторону. В сторону. Удар. Четыре. Три. Два. Молодцы. Применяем. Два. Три. Руки работают. Четыре. Спина ровная. Пять. Шесть. Старайтесь ногу поднимать выше из воды. Молодцы. И поочередно. Правая. Левая. Руками помогаем, скручивая корпус. Выдох. 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 Еще четыре. Три. Два. Молодцы. Колени к себе. Спина ровная. Держим. Почувствуйте, как напрягаются мышцы живота. Ноги дна не касаются. Из этого положения перекаты в сторону. В сторону. Колени к себе. В сторону. Колени к себе. В сторону. Колени к себе. Колени в сторону. И ускоряемся. Двойной темп. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Отлично. Пауза. Держим. Спина ровная. С правой ноги. Подъем ноги. Из воды. Восемь. Семь. Шесть. Доставайте ноги из воды. Четыре. Мои руки, ваши ноги. Три. Два. Один. Перекаты. В сторону. В сторону. У. Наверх. Наверх. У. В сторону. В сторону. Наверх. Наверх. В сторону. В сторону. Последний. Хорошо. Глубокий вдох. И еще глубокий вдох. Выдох. Хорошо. Правая. Левая. Скрутиться. Восемь. Семь. Шесть. Четыре. Три. Два. И побыстрей. Темп. 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 Работаем на ускорение. Быстрее. 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 Внимание. Ноги. В сторону. Вперед. Оп. Оп. В сторону. Вперед. Оп. Оп. Еще в сторону. Вперед. Последний. В сторону. Вперед. Фу. Встаем. Глубокий вдох. Выдох. Наше утро прошло ярко и активно. А как ваше прошло утро? Саша, а ты почему не повторяла? Я вот сделал упражнение от нашего тренера и сразу зарядился на весь день. Глеб, я больше люблю утро начинать с музыки и, конечно же, танцев. Кстати, ровно 90 лет назад в этот день родилась королева-мать американского блюза Рут Браун. Ты знал? А я знал. Ну, я знаю короля отца завтраков нашего шоу Игоря Бялуса. Его завтраки наверняка хотят попробовать все королевы и не только блюза. Угарный завтрак. Как мне сегодня хочется просто с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, просто тебя одну любить. Это стихи, которые посвятил я не Светлане Контышевой хотя бы, а вот этой вот лепешке, друзья мои. Доброе утро, доброе утро. Доброе утро. Светлана Контышева, шеф-кулинар, шеф-кондитер, можно сказать, кулинарная студия Анетти. Доброе утро. Доброе утро. Просто почему-то вспомнила «Руки вверх» эта песня, под которой мы со Светланой. Да, это «Руки вверх». Сегодня мы готовим простое блюдо утреннее. Это омлет. Но омлет мы будем делать в лепешке. Да, эту идею я посмотрела в одном... Мексиканском ресторане? Верно, верно. Не ресторане, это кафе обычное было. И когда утром пришла на завтрак, хочется завтрак, омлет, яйцо. В Мексике? Да нет, это было в Новосибирске. Ого, я думал, ты изъездила все в поисках рецептов. Нет, в Европу, да. А вот в Мексику еще не добралась. И, в общем, они подали, я говорю, у вас есть на завтрак. Что, мне не хочется вот эти ваши там какие-то с фаршем и еще что-то. Они говорят, конечно, у нас есть лепешка с омлетом. Тортилья, да, это называется? Тортилья, да. То есть мы их просто покупаем, кто-то может печет самостоятельно. Я покупаю обычно. Да, я тоже покупаю. И мы с тобой что начинаем делать? Что? Мы с тобой делаем просто омлет. И пока ты делаешь омлет, ты понимаешь, да, два яичка сюда, молочко, молока буквально на каждое яйцо, ну, наверное, чуть больше столовой ложечки, соль, перец обязательно. Это мы делаем просто омлетную смесь. Просто делаем. Как обычно, да. А я пока подогрею лепешку. Лепешку нам нужно подогреть. Нам не нужно ее обжаривать. Не нужно, да. Потом совершенно мы это будем делать. Двоечку, да, мы делаем? Угу, верно. Ну, на порцию обычно, да. Конечно, немножко, вот если семья большая, там 3-4 человека, то есть займет время, да, сделать 4 омлета, 4 лепешки. Ну, да. Если семья большая, что же делаешь? Так, молочко выливаю. Да, соль, перец. Омлет мы будем жарить с тобой только с одной стороны. Ага. Я, наверное, выключу, что здесь огонь. С одной, почему? Да, ну, мы его сейчас просто свернем, у нас будет нежная внутри масса, да. Ага, и тут сюда творожный сыр добавляешь. Видишь, да, я добавляю, но я немножко вот все-таки вот так сделала. Проверяешь его? Не проверяю. А, выручки, чтобы он прожарился равномерно. Все, мы сюда. Слушай, ну и ты выключаешь, он сам должен дойти, да, чтобы он не при... Я выключаю, потому что здесь газ. Пригореть может. Я, да, я, как бы сказано, не на «ты», вот, поэтому я контролирую это. Я знаю, что у меня сковорода уже горячая, мне этого жара достаточно. Чтобы он дошел. То же самое сделаю здесь, да. Теперь, значит, что мы делаем? Теперь мы нашу лепешку, мы ее просто выкладываем, да, и в нее мы сейчас, видишь, она поджарилась. Для колера мы придали ей. Ну, колер, это мы его сейчас оставим внутри. Нарежем сыр? Вот просто его, да, нам нужно сюда положить, и сюда. Тре уголочками. Как хочешь, вот как тебе нравится, так и делай. Вот так нормально? Замечательно. С одной стороны, со второй. Вернули, и вот на этой сковородке мы сейчас еще чуть-чуть... А мы еще его чуть-чуть подогрем, да? Если у тебя дома есть гриль, ты можешь это положить в гриль, да, вот как и подавали в том мексиканском кафе, да. То есть они положили под гриль, и все это подали, да. Это было очень быстро. И достаточно вкусно. Да. Доброе утро, друзья мои. Ну, вот такой вот завтрак мы приготовили со Светой. Что нам остается сказать? Приятного аппетита! Доброе утро, и хорошего дня! Часто малоизвестные группы любят исполнять кавер-версии, а проще говоря, перепевать популярные песни. Кстати, в блюз-версии многие хиты современности звучат намного лучше. А как думаешь, вот если взять, например, песни Владимира Высоцкого и сделать своеобразный кавер на его песни в стиле блюз, интереснее они зазвучат? Возможно, но я считаю, что его песни лучше слушать в оригинальной аранжировке. И у нас есть такая возможность. Сегодня вечером в 18.30 концертный зал Иркутской областной филармонии приглашает на бардовский концерт на Большом Каретном, посвященный 80-летию Высоцкого. Неужели? Уже 80 лет? Да, годы идут. С организаторами этого концерта и участниками мы поговорим сегодня в нашей студии. Ждем их в гости. И сегодня к нам в гости пришли Ирина Русанова, член экспертного совета Международного детского фестиваля «Зеленая карета», член Союза деятелей авторской песни и президент Иркутского областного клуба самодеятельной песни «Мост». А еще у нас в гостях Владимир Крымов. Доброе утро. Это член клуба и основатель детского лагеря «Солнечный берег плюс». Доброе утро, друзья. Доброе утро. Доброе утро. Мы рады вас приветствовать в нашей студии. Вы пришли не одни, да? Точнее, не вдвоем, а втроем практически. Да, конечно. Гитары. Гитары. Сегодня состоится удивительное мероприятие у нас в филармонии. Будет проходить концерт, и посвящен он Владимиру Высоцкому. Расскажите об этом мероприятии. Очень интересно узнать, как у организаторов об идее и исполнении все-таки. Ну, идея у нас выглядит таким образом. Клуб вообще... Концерт у нас традиционный, он проходит ежегодно. Это уже шестой концерт. Когда-то такая идея возникла, она получила, скажем, поддержку, да, у электората, как принято говорить, или у любителей. И мы, слава богу, вот идем по этому пути. Сегодняшний концерт у нас отличается, они все отличаются друг от друга. Значит, он интересен по постановке. То есть, если раньше мы шли хронология, там биографичность, бралась как бы в основу, а сейчас мы идем по темам. И очень большой, серьезный блок мы выделили, это песни, не вошедшие в кинофильмы. То есть, малоизвестные и некоторым даже вообще неизвестные. То есть, это такой, в какой определенной степени, исследовательский концерт. Ну, и впервые мы в этот концерт, участие в этом концерте пригласили учащихся театрального училища. То есть, у нас будущие поющие актеры будут. И вот, если как бы ничего не случится, то тут у нас должен приехать из Черемхова, поющий актер из Черемховского театра. А также актер театра юного зрителя у нас будет, безродный Владимир Васильевич. Мы надеемся, что примет участие. И, кроме того, самая маленькая участница 9 лет. Да вы что, она на гитаре также играет и поет. Играет, да, это участница студии «Гитара и слова. Дома творчества детей и молодежи». И уже руководителем этой студии является тоже член нашего клуба Ирина Новикова, Ирина Сергеевна Новикова. И, собственно, ну, что еще? Конечно, вообще концерты, они эти особенные, они сборные. То есть, мы собираем не то, что там наш клуб, мы собираем наиболее ярких исполнителей, знатоков песни. Выстроен он достаточно, как нам кажется, гармонично, используются материалы, много материалов. Ну, и исследовательская работа, то есть, мы когда готовим концерты, для себя много чего открываем, новое и доносим до этого зрителя. Отлично, замечательно. А, Владимир, вы участвуете в концерте и что-то исполните? Все не применились. Да, конечно, буду участвовать, поскольку люблю творчество Высоцкого. Соответственно, как бы с детства, эти детские примеры, на которых мы в каждой песне видели пример, который Владимир Семенович подавал, поскольку тех ориентиров, как сейчас в обществе, тоже недостаточно. Он был в свое время определенным лидером, которым сейчас и остается. И, соответственно, главное, что, конечно, он делал, это приглашал к общению, допустим. Ну, я даже вот одну даже песню могу, допустим, сейчас сразу же по общению, допустим. Давайте, давайте, мы только два. Такая у него. Проложите, проложите, вы хоть тоннель под дуреки, и без страха приходите на вино и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Прохлопав сами после, локти будете кусать, да сами будете не рады. Утром вставший вот террас, все посты через преграды переброшены без вас. Так проложите, проложите, и хоть тоннель под дуреки, да не забудьте, затупите ваши острые клыки. Потрясающе, Глеб, чудесно. То есть, на концерт только приходить за добротой, и, соответственно, готовым к общению. С объективом. Потому что, помню, я песни Высоцкого не слушала лично, наверное, я их слушала через отца. Он их напевает, когда в гараже что-то делает. Он напевает это, когда у него настроение. Это действительно песня настроения, такая позитив, добро. Во многих песнях просто глубокая мораль. Да, и патриотизм, конечно, вкладывался в эти песни. Вот если Вы исполнили песню как раз о призыве к общению, то знаем о Вашей акции «Синий троллейбус». Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям поподробнее о них. Ну, многие телезрители уже и поучаствовали в этой акции, то есть мы приглашаем. Это «Поющий синий троллейбус», который курсирует 9 мая по городу. То есть, поют песни о Куджаве, песни о войне. Он посвящен, как бы, посвящен именно теме, ну, тема войны. День рождения Куджава 9 мая и День Победы, они переплелись достаточно удивительным и чудесным образом. Вот, и мы двум этим темам посвящаем. Ну, вообще «Синий троллейбус» — это песня Куджавы, это название. Вот, акция возникла по нашей инициативе в 2014 году. Мы инициировали ее, поддержал международный портал авторской песни «Бард Сру» такой есть, вот, интернет-ресурс. И «Синий троллейбус» начал курсировать, кружить по миру. Значит, а суть акции в том, что мы бросили клич по всему миру всем любителям «Бардовской песни», которые в разных концах планеты и на разных континентах, в одно и то же время, по местному времени, запустят «Синий троллейбус», трамвай, автобус, концерт или просто посиделки. Но идет, называется акция «Синий троллейбус сквозь пространство и время». То есть, действительно, время, мы, мостик опять, у нас клуб «Мост» называется, перекинули временной мостик. И мост вот между людьми, да, такой, в пространстве и во времени. То есть, допустим, начинает Камчатка, через час еще не закончилась на Камчатке, Владивосток, и такое поступательное движение. У нас в этой акции принимали города наши, российские, это Владивосток, это Петропавловск-Камчатский, Чита, потом Иркутск, Новосибирск, Красноярск не принял, Омск, и пошло дальше. Москва, потом дальше, значит, Питер, Калининград, и Болгария, Чехия, Германия. Мне кажется, можно перечислять очень много. Да, Израиль, Америка, там еще. Ну и планируем в этом году еще, ну, как бы, инициатива яркая, звучная. Я заинтересовала, был сюжет в 2014 году, еще только на возникшем это, канале ОТР, да, нас снимали. Ну, в общем, мы надеемся продолжать, она яркая, но главное, что она призвана объединить людей. Идея спасения в песне, спасения людей в ночи, да, потерпевших крушение, она международная. То есть акция международная, яркая, но без политики. Чисто гражданские понятия, гражданские инициативы, или как гражданские понятия, или как это... Добра. Добра, чести, совести, да, взаимовыручки. Ну, в общем, это вот такая вот акция. Чтобы традиции, наверное, продолжали жить, все-таки нужно взрастить такое достойное поколение. Это значит, что именно детям нужно вложить в голову, в сознание эти понятия. И работа с детьми – это важный этап даже и в вашей студии. Нет, безусловно. Мы, в общем-то, эту идею, вот Володя занимается с детьми на Байкале, и он тоже как бы так или иначе гитару не выпускает. Безусловно, да, Байкал сам помогает. Он дает очевидные вещи, то, что мы любим свой край, это то чувство патриотизма. И опять же, то, что нам из уст в уста старшие наши передавали, то есть, соответственно, попосредственно перед песен Гусоцкого. Я, на самом деле, про традиции хотела еще спросить. А вот сейчас выезжаете вот так романтично на отдых, вот так вот, так же на Байкал с гитарами, в шапочках. Во времена каникул детских игроков. Да и вообще мы, и с детьми, но вообще у нас, конечно, особое направление, это дети. Мы, в общем, решили, что делать, потому что у нас такой был опыт. Мы летом, значит, нас попросили сделать концерт в лагере отдыха. Звездный, по-моему, все перемешались около Ангарска. Дети не подготовлены совершенно. Ну, то есть из разных сфер, да, они не подобраны ни по какому принципу, просто кто у родителей. И мы делали концерт в Бардовске. Мы были вообще шокированы, дети так принимали. И понимаем, что это востребовано. Вот это простое человеческое слово, как у Висбора, человеческая речь в изложении нежных нот под перебор гитары, они, оказывается, нисколько не устарели. А что касается детей, мы, конечно, вот курс на работу с детьми, мы взяли учетка, и, в общем, да, Володя правильно сказал, что мост у нас, клуб называется «Мост между людьми» и «Мост между поколениями». Дети, в общем-то, в определенной степени у нас сейчас брошены, в нравственном состоянии. То есть вот что им вливает в уши сейчас, телевидение, каналы, это, конечно… И они воспринимают очень близко. Да, и поэтому вот этот глоток свежего воздуха, эта песня, это своеобразный, вот, представьте, житейское, они выходят, это житейское море, куда-то плыть. И вот ориентиры вот эти есть, добро, честь, дружба, да, вот, это одно. И мы вот в этих храмах, из этих соображений провели первый детский фестиваль в прошлом году, «Алый парус», такое название, красиво звучит, он получился, да. И что мы открыли? Мы его объявили как открытый Иркутский городской фестиваль при поддержке Управления культуры. Но, казалось, в общем, идея очень востребованная, потому что нам начали звонить из Хабаровска, из Красноярска, из Читы, из Новосибирска, да. А желающие поучаствовать. Хотя желающие поучаствовать. Я думала, мы только область объединяем, а мы, кажется, все. Да, вот так вот. И мы, в общем-то, понимаем, что это, ну, как бы… Иркутск – середина земли. Середина земли. Ну, дали бы денег, так мы бы такой фестиваль… Такую бы середину. Такую бы середину организовали, центр. Ну, и потом, понимаете, вот в этом, в туризме, в альпинизме, в бардовской песне, слава богу, еще в той мере, как в окружающем мире, в обществе, не претерпели изменения такие понятия, как честь, дружба, совесть, да, вот эти вот вечные понятия, они вроде бы остались. Конечно, все сферы, конечно, пронизаны уже современными этими нашими реалиями, но, тем не менее, там осталось что-то более-менее нетронутое. И детям это важно. Мы, в общем, стараемся, как бы, дать детям возможность. А потом мир бардовской песни, он огромный, он многогранный. Она, понимаете, она лирическая, она сатирическая, она историческая. Песня-репортаж, она политическая, патриотическая. Там масса у нее направлений. Каждый найдет все, да, он хочет. Мы остановимся на патриотическом, потому что все-таки те скрижали, которые, как ты сказала, и победы, и то, то есть те ориентиры для детей, которые, как бы, вот. И Высоцкого искать, и по этому поводу тоже песня, как раз о новом времени, то есть мост старого нового времени. Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги, Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади, Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время, лихое былое, по счастью, как в старе щи, И в погоню летим, мы за ним убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей, На скаку не заметив, что рядом товарищей нет. Еще долго костры будем мы принимать за пожарища, И будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов. Про войну будут детские игры с названиями старыми, И людей будем долго делить на своих и врагов. А когда отгорохочет, когда отгорит и отплачет сапог, И когда наши кони устанут под нами скакать, И когда наши девушки смедят шинели на платьи сапог, Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. Не потерять главную нашу идентичность. Спасибо вам огромное. Мы очень рады, что... Спасибо большое, что вы пришли. Порадовали нас сегодня. Спасибо, что позвали. А вы приходите, пожалуйста, на концерт. Приводите детей, потому что действительно там есть что посмотреть. Многие откровения найдут в этом концерте, Поскольку творчество многогранное. И исполнители у нас очень хорошие. Отличного вам дня, утра и, конечно же, аншлага сегодня вечером. Поэтому спасибо, что пришли еще раз. Практически уже аншлаг. Всего доброго. Всего доброго. Глеб, вот такие у нас интересные гости бывают в студии утреннего шоу «Барабан». Не только рассказали много интересного, Но и послушали мы с тобой песню в исполнении наших гостей. Тебе вообще как? Понравилось? Конечно понравилось. Раз мы начали сегодня с песен, надо ими и продолжить. Юные эксперты рубрики «Детское время» тоже меломаны оказываются. Но эти юные эксперты не просто меломаны, Они одни из лучших исполнителей современности. Тогда давай посмотрим сегодня, Какие слушают песни наши малыши. Доброе утро! Великая песня гласит «Проснись и бой». А сегодня мы узнаем, о чем вы, наши эксперты. Тебе нравится музыка? Да. А какие стили ты слушаешь? Больше всего, ну если честно, много. Ля-ля-ля-ля-шу-шу я танцевала на Новый год. Тики-тики-тики-так-так-так. Это я сейчас повторила из тики-тики-так фиксиков. Ты меня не трой, ты меня не трой. Идешь как любовь, убивает боль. Я дую свои губки, я хрошу свои реснички, Заплетаю я самые красивые птички. Смотрю третий час и мне реально круто. Жую свою жвачку, инстаграмлю кота. С вами была рубрика «Детское время» и Саша. До новых встреч! Доброе утро, дорогие телезрители! На календаре 30 января. Конец месяца, а в студии у нас не холодно, а даже жарко. Потому что Глеб Нечаев и Александра Малых начинают этот день вместе с вами. У многих иностранных исполнителей Глеба очень часто встречаются сложные имена. Сложно сочиненные бывают, сложно подчиненные у нас предложения. И такие же имена у этих исполнителей. И очень часто боишься ошибиться в их произношении. К примеру, Дэвид Бу или Буи, все-таки много ей придется споров. Главное не ошибаться в произношении наших родных слов. Потому что родной язык, кстати, важнее, чем юностранный, даже английский какой-то рядом не стоит. А поможет нам в этом рубрика «Говори правильно». Доброе утро! В эфире рубрика «Говори правильно». И с вами я, Олеся Коваленко. Сегодня мы рассмотрим самую распространенную речевую ошибку. Готовы? Тогда начнем! Итак, нам предстоит решение спорного вопроса – одеть или надеть. Оказывается, это волнует не только современных девушек, но и тех, кто следит за своей речью. Чтобы не ошибиться, необходимо запомнить следующие строки – одеть надежду, надеть одежду. Надеюсь, вы больше никогда не ошибетесь в выборе слов. Узнавайте новое, ведь это очень занимательно и поможет блеснуть знаниями в хорошей компании друзей и знакомых. Удачи в делах! До новых встреч! Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы не только слушаем блюз, а как уже заявили в начале, мы должны как-то посчитать деньги. И деньги не простые, а самые, что ни на есть, нано-деньги. Современные. Все чаще в обычных разговорах мы слышим не о погоде, а о курсе биткоина. Что такое биткоин? Ты мне объясни, я просто вообще не понимаю. Да я тоже не могу разобраться. Тема криптовалют сейчас самая популярная, но разбираются в ней немногие. О том, что это за зверь такой, мы поговорим с экспертом по интернет-валюте. Поэтому приглашаем нашего утреннего гостя уже к нам в студию. Сегодня «Доброе утро» говорим не только мы, Глеб Нечаев и Александр Малых, но и Юрий Драмашко. Говорит «Доброе утро» вам. Это представитель Сатоши Накамото по Сибирскому федеральному округу. Доброе утро, Юрий. Доброе утро. Мы рады вас сегодня видеть и хотели бы задать вам интересные вопросы, которые связаны с криптовалютой и конкретно с биткоинами. Поможете нам разобраться? Чем смогу, помогу. Скажите, если говорить об основах криптовалюты, можно ли простыми словами объяснить обычному пользователю, человеку, нам с Глебом, всю технологию? В двух словах. Криптовалюта – это распределенная валюта. То есть это то, что не принадлежит государству. Обычные деньги издревле узурпировали государство. Их распространение, печати, контроль и все прочее. А сейчас нашелся человек Сатоши Накамото, который это все начал. То есть это общемировая валюта, которая никому не принадлежит, никто не может контролировать ее. Конечно, там есть какие-то рычаги. Ну, к примеру, у вас есть миллиард долларов, вы можете как-то влиять на курс. Это все. Ну, нужен миллиард. Мы не можем влиять с тобой. Ничем вообще влиять на курс. Пока мы не можем влиять, хотелось бы, наверное, спросить, кто такой Сатоши Накамото и что он, собственно, сделал. Говорили, что Сатоши Накамото неизвестный человек, да, был? Недавно вроде как рассекретили личность или уже давно? Да, мы недавно делали конкурс, чтобы убить биткоин. Кто убьет биткоин, тот получит айфон. Как убить биткоин? И вот выиграл конкурс Василий. Он написал, что Сатоши Накамото рассекретил свою личность и он оказался Ким Чен Ын. А, да, ну да, действительно. Если это было все так, наверное, биткоин можно было бы убить. И действительно вы разыграли айфон? Да, конечно. Отлично, отлично. Надо участвовать в таких конкурсах, Глеб. Вернемся к тому, что, на ваш взгляд, все разговоры сейчас о криптовалюте настолько популярны, но она образовалась раньше. Почему сейчас так бомбануло? А любое явление, оно когда-то появляется, проходит какое-то совсем раннее детство, потом юношество и потом уже зрелость наступает. И биткоин здесь не исключение. Сейчас он очень юн, просто мальчик еще 9 лет. 9 лет? Да. Я думала меньше. Да, даже паспорт еще нет. Совсем юный мальчик, биткоин. А другая криптовалюта вообще существует, кроме биткоина? И в чем различие? Существует тысячи криптовалют. Вообще все эти тысячи криптовалют фактически использовали наработки Сатоши Накамото. Своровали такие, взяли, своровали. Дело в том, что это не было ограничено никак. Я думаю, что Сатоши Накамото подарил это миру для того, чтобы это использовалось. Поэтому своровали не совсем то слово, они просто это взяли, как-то переделали, что-то даже улучшили. Существует масса криптовалют, которые быстрее, лучше там. Но, тем не менее, это все улучшено биткоином. Но биткоин отличается тем, что он первый. Он сейчас в умах людей, он сейчас в телефонах людей в виде кошельков. Потому что нет такого нигде количества кошельков на другие криптовалюты, как на биткоин. Вот сейчас Дуров, если сделает телеграмм, грамм валюту, то, конечно, у него уже будет аудитория 200 миллионов. Но это много. Тем не менее, конкурировать с биткоином ему не удастся по полной программе, потому что Дуров будет царь и бог грамма, а биткоин ничей. Он децентрализован. Это большой плюс. То есть, в будущем, возможно, что биткоин будет той валютой, в которой можно не переводить и расплачаться в любой стране мира? Нет. Дело в том, что у каждой страны мира есть свои законы. Если в Японии это разрешено, то в России, например, валюта расчетов исключительно рубль. И вряд ли это поменяется. И это естественно совершенно. Но параллельно с рублем у нас есть доллар. Он не запрещен, да? Нет. Золото и прочие активы. Ими можно пользоваться, но не для расчетов, не для похода в магазин. То есть, мы никогда не сможем в России, скорее всего, купить за биткоин себе молоко, корзиночку продуктов. Хлеб, я сейчас расстраиваюсь просто. Не расстраивайтесь. Во-первых, мы не знаем будущее, что придет в голову новому президенту России, если он будет новый. Выборы пока. Потом у нас бартер никто не отменял. Вы же можете прийти, например, в бар и сказать, у меня есть хорошие часы, я хочу гульнуть, но, правда, денег нет, возьмите часы. И так же будет биткоин. У меня тут есть пара биткоинов, я куплю башбар. Да, это разрешено по гражданскому кодексу. Вот все-таки биткоин, да, это только интернет-валюта или ее можно потрогать, вот как бабушки в кошелечек себе можно положить? Вот у меня есть биткоин, который продавали цыгане за настоящий. Но биткоин реально это только интернет-валюта. То есть вот это просто сувенир и никогда как монету существовать не будет. Почему? Это не исключено. Но для этого нужно, чтобы был доверен какой-то имитент этих железных биткоинов, которые будут обеспечены настоящими. Ну, что это значит? Я не совсем поняла, что вы сейчас сказали. Ну, к примеру, взял Сбербанк и сказал, а я выпущу вот такие вот золотые биткоины. И любой, кто придет в отделение Сбербанка, отдаст мне этот золотой, а я ему перечисляю настоящий биткоин на кошелек. Все поняла. И это будет тогда доверительно. И люди тогда будут покупать золотой биткоин, чтобы подарить на день рождения вам, например. А какой курс сейчас у биткоина? Сколько? Сейчас 10,5 тысяч примерно долларов один биткоин. Ну, правда, что каждую секунду он меняется? Он меняется еще быстрее. Это же онлайн, в реальном времени. Как зарабатывать и выводить биткоины, получается, у обычных людей? Я знаю, что устанавливаются какие-то аппараты, люди сидят, что-то загружают. Там просто циферки, немного значков, и они просто меняются вот так. Я, например, плохо понимаю всю эту схему. Самый простой способ – это купить биткоин. Просто открыть кошелек, его купить туда. Это очень демократично. У нас даже пенсионеры, многие есть в Иркутске, владельцы биткоин-кошельков. Они там купили на 50 тысяч, сейчас потом открывают, там уже 200 тысяч. И радуются, тратят. Купили на 50? Да. Ну, представьте, он еще год назад в 10 раз меньше. То есть, если бы они купили тогда на 50, сейчас было бы 500. Второй способ – это заняться майнингом биткоина. То есть, по сути, это купить компьютеры, которые как раз и обеспечивают эту систему технической поддержки. Они пересчитывают эти все транзакции, следят за всем. То есть, это такие умные машины очень. И владелец этой машинки получает вознаграждение. Ну, естественно, потому что он делает эту работу, чтобы сеть работала, чтобы все транзакции были четкими, чтобы деньги с кошелька на кошелек шли. То есть, это как компьютеры в Сбербанке также работают, только они распределены по всему миру. И владельцы их справедливо получают вознаграждение. Это очень хороший бизнес. Ну, как мы уже сказали, в будущем мы предсказывать не можем. И как и любая другая валюта, он может и наоборот упасть, я так понимаю, да? Дело в том, что биткоин имеет математику дефляционную. Когда количество ограничено, а если понять, что сегодня население еще не знает о нем, то есть, 1% знает, а через какое-то время будет 2%, 10%, 20%, это ведет к тому, что за счет просто простой математики можно предсказать, что он будет стоить миллион долларов очень скоро, там, несколько лет. То есть, потолок возрастания есть? Нет. Он бесконечно может расти? Да, да. Если еще считают, что часть биткоина потеряется, вы, к примеру, потеряли свой кошелек, забыли пароль, и они потерялись. То есть, это ведет еще к усилению цены биткоина. Интересно. Того, что мало, оно ценное. Все понятно. А именно как должен выглядеть биткоин, все-таки нет. Он как бы есть абстрактный. И то, как его нарисуют, эту монету, если ее сделают, она будет такая, да? Ну, как выглядит радио волны, как выглядит волна. А, все поняла. Это есть, но это недоступно для нашего восприятия. Но оно существует в системе компьютеров. Просто я хотела уточнить, как рисовать теперь значок биткоина, например? Это Сатоши Накомод, кстати, дизайн приложил. Да, он сам, да? Да. Все монеты, вот с этими маленькими микросхемками. Вот буква B, вот с этими... Черточками. Интересно. А когда я гуглила про криптовалюту, мне выдали Сатоши Накомод как такой старец. Он действительно такой человек или он все-таки как-то скрывается за другими личностями до сих пор? Дело в том, что сразу, когда Сатоши Накомод опубликовал свой научный труд и запустил эту криптовалюту, какое-то время он еще был в сети и с кем-то общался с ограниченным кругом людей. Но после этого он все удалился, аккаунты и полностью засекретился. Этот человек инкогнито. Все поняла. То есть до сих пор остается инкогнито? До сих пор, и это естественно. А я вот думала, что тот самый старец и есть Сатоши Накомод аж посмотрел. Не исключено, что он старец. Ну и не исключено и то, что это молодой какой-нибудь программист, который все это изобрел и, наверное, наживается на людях. Он же получает большие проценты от того, что он изобрел. Нет, нет. Вообще ничего? Дело в том, что он выдал систему людям. И она теперь как джин из бутылки вылетела и абсолютно работает автономно. То есть эта программа, которая работает, ни от кого не зависит. Естественно, есть люди, которые посчитали, что вероятно, Сатоши Накомод мог, но это предположение, это только предположение, что он мог себе намайнить сумму не больше, чем 1 миллион биткоинов. Это в принципе хорошо. 1 миллион на 10 тысяч, ну да, хорошая сумма получается. Да, когда будет миллион стоить, то сколько это будет. Ну и да. Но если мы скажем, сколько дуров оставил себе резервный фонд, там 40% своих грамм, то это совсем другой расклад. То есть дуров очень хорошо подстраховался, я так понимаю. Да. Очень интересная тема и очень популярная криптовалюта. Спасибо, что сегодня заглянули к нам в студию, рассказали подробнее и даже показали, как выглядит биткоин. Если это сувенирная вещь, их можно просто дарить? Да, я подарю вам. Спасибо. Ну, к сожалению, только один вот вам подарок на всю программу. У нас просто есть небольшой музей у нашего шоу-барабан, и мы его туда и поставим. Так что наше утро стало продуктивным, еще и пополнили наш запас. Спасибо вам, Юрий. Спасибо огромное, доброе утро. Доброе утро. Открывайте кошельки. Вот Юрий Драмашко нас сегодня и познакомил с интересной интернетной валютой, криптовалютой под названием биткоин. Мы сегодня узнали и как рисуется значок биткоина, и что, собственно, в двух словах значит это слово. Интернет полностью вошел в нашу жизнь. Без него мы бы не смогли посмотреть любимые выпуски, к примеру, утреннего шоу-барабана. Но если наше утреннее шоу-барабан мы можем просто найти в интернете, на ютубе, то самые забавные видео мы можем упустить, потому что занимаемся написанием сценариев и приглашением наших гостей. Но благодаря нашей рубрике «Включайся» эта возможность крайне мала. Пора и нам включиться, ведь Арина Кубина подготовила свою видеоподборку. Доброе утро, друзья! Это рубрика «Включайся» и я ее ведущая Арина Кубина. Давайте вернемся назад в прошлое и вспомним, каким было утро нашего детства. Кто-то резво подрывался с постели и бежал умываться, кто-то лениво брел завтракать, но каким бы оно ни было, нас всех ожидало одно – детский сад. Вот и сегодня я предлагаю посмотреть подборку смешных роликов о том беззаботном и счастливом времени. В столице китайской провинции Сычуань находится учреждение, которое смело может претендовать на звание самого симпатичного места на планете. Речь идет о своеобразном детском садике для панд. Да-да, вы не ослышались, именно для панд. Он не только дарит массу позитива своим посетителям, но и выполняет очень важную миссию. Ясли для забавных плюшевых медвежат занимаются разведением, изучением и выращиванием всеми любимых черно-белых зверьков, занесенных в Красную книгу. А один из воспитанников этого сада решил позабавиться на качелях. Да вот, крупноват оказался. А вот в центральной части Австралии расположен заповедник по спасению и реабилитации кенгуру. Один из его обитателей настолько привязался к своему смотрителю, что не готов расставаться с ним ни на минуту. Давайте посмотрим, как маленьких кенгурят готовят ко сну. Субтитры сделал DimaTorzok А теперь вернемся в Россию и посмотрим, как проходят будни обычного детского сада у нас. Вспомните, бывало, что родители задерживались на работе и вас забирали с самым последним. Что же оставалось делать? Ходить и спрашивать каждую секунду, когда приедет мама, а скоро ли заберет нас папа. Но этот юный патриот не унывает в ожидании родителей. Он решил проблему просто. Смотрим. И если вы сняли интересное видео и находите его занятным, то присылайте нам на почту barabansobaka.ru или в группу ВКонтакте. Самые оригинальные мы покажем в эфире, а автор получит ценный приз. С вами была рубрика «Включайся» и помните, вместе мы сила. Всего доброго и до завтра. Доброе утро на календаре 30 января. И в студии Глеб Нечаев. И Александр Ромалов. И мы продолжаем вас будить и рассказывать очень интересные вещи о блюзе и экономике. Да. Есть люди экономные, есть расточительные. Но все периодически жалуются на нехватку денег. Глеб, не поверишь, это самая большая моя проблема. Тебе не хватает? Все деньги, которые ко мне поступают, это зарплата, подарки. Они как будто не то, что их не хватает. Их достаточно много, но их все время нужно улавливать. Кошелек нужно куда-то убрать подальше и в чем-то себе отказать. И закрыть, чтобы не вываливалось. Умение или неумение человека экономить свои средства зависит от разных причин. Астрологи говорят, что можно это выяснить с помощью звезд. У нас в этом вопросе есть свой эксперт. Так что давай скорее узнаем, что сулят нам звезды в этот день. Друзья, приветствую вас на телеканале АЭСТ. На календаре 30 января в эфире Астропрогноз в студии Ольга Окружнова. А это значит, что в ближайшие пару минут будущее приоткроет нам свои тайны. Овен. Гороскоп обещает Овну благоприятный день, когда можно заниматься всем, что душе угодно. Но если вы выберете для себя ленное препровождение, то результата не ждите. Овным занятым поправкой здоровья звезды советуют использовать мягкие щадящие лекарства. Но основной упор делает не на лечение, а на профилактику возможных заболеваний. Телец. Стабильность в отношениях с избранником порадует тельца. Но для этого нужно идти на компромисс самому. Этот день обещает значительные профессиональные успехи, возможно, продвижение по службе. Вечером позвольте себе развеяться и отдохнуть, повеселиться в кругу близких друзей. Близнецы. Отличный день для близнецов, которые решили подать заявление в ЗАГС. Личная жизнь в приоритете, а значит, можно заняться еще и бытовыми, жилищными вопросами. Рак. Можете смело ставить перед собой цели, которые раньше вас пугали. Время пришло, и оно работает на вас. Не прячьте чувства от человека, который ради вас готов на все. В финансовой сфере нет ничего недостижимого, но работать придется немало. Если рак во всем будет последователь и упорен, его не могут остановить никакие препятствия. Лев. Наступил отличный момент, наконец-то закончить все накопленные мелкие дела. Не идите на поводу у других людей, принимайте решения, выгодные в первую очередь вам самим. Сегодня возрастает вероятность удачных покупок, поэтому смело идите в магазин и обязательно приобретете нужную вам вещь. Дева. Перемены к лучшему возможны и в профессиональной сфере, и в личных отношениях. Вы совершаете только верные шаги, даже если времени на размышления совсем мало. Все дело в интуиции, которая безошибочно и своевременно дает вам подсказки. Весы. Вас ожидает интересный, насыщенный событиями, удачный день. Он хорошо подходит для совершения крупных сделок. Также можно добиться значительных успехов на работе или заручиться поддержкой влиятельных людей. Если вы хотите испытать свои силы на каком-то новом поприще, не откладывайте. Если начать действовать прямо сегодня, первые победы не заставят себя ждать. Скорпион. В этот день у вас может произойти некоторая переоценка ценностей, и это отразится на вашем имидже и манере поведения. Вы предпочтете уделять больше внимания себе любимым, и от этого вам станет только лучше. Стрелец. Сегодня возможен успех в тех областях, где нужно действовать решительно, наполисто и безапелляционно. Дипломатия сегодня не ваш конек. Зато день будет подогревать амбиции и чистолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Козирог в отношениях с любимым человеком ожидает приятный сюрприз, снова силой запылает любовная страсть, возвращая вас в конфетно-букетный период. Обращайте внимание на знаки судьбы, сегодня звезды вам благоволят. Водолей. Сегодня один из тех дней, когда не стоит переусердствовать в делах. Займитесь мелким ремонтом, покупкой домашней утвари, мебели или перепланировкой. Девушкам-водолеям лучше заняться самоопознанием. Водолеям-мужчинам сегодня лучше не пытаться понять женскую логику и не задавать лишних вопросов. Рыбы. День благоприятен для заключения союзов, но не стоит уходить в мир личных фантазий. Цените реальные преимущества своего партнерства, а не выдуманные. Учитесь говорить комплименты, не греша при этом против правды. В личной жизни не стройте иллюзии и цените своего возлюбленного за его реальные преимущества, а не за выдуманные. Это пока все, о чем рассказали нам звезды. Я желаю вам провести этот день с пользой для души и карьеры. Увидимся в эфире, до скорых встреч! Говорят, что экономить нельзя на лекарствах, продуктах, обуви и отдыхе. Я, Глеб, с этим абсолютно согласна, ведь продукты дают нам жизненные силы, обувь красивая на каблучках дает нам возможность хорошо выглядеть, а вот отдых это самое важное. Я все же надеюсь, что мы сегодня вечером сможем сходить отдохнуть куда-нибудь бюджетно. Глеб, откройте страшную тайну, никогда, никогда запомни эту мантру, не экономь на свиданиях. Ведь по шоурме и по киношке это уже не вариант для современных девушек. Ну, Саша, этот вариант действительно работает. Нет, не работает. Главное, фильм верный выбрать. А для этого посмотрим рубрику Афишу. Доброе утро, дорогие телезрители. Январь близится к своему завершению, ну а мой список мероприятий, которые можно посетить, не заканчивается, а только увеличивается. С вами рубрика Афиша и я ее ведущий Евгений Любовников. В музыкальном театре имени Загурского сегодня вечером балом правит Остап Бендер. Великий комбинатор вновь попытается отыскать богатство под обивкой мебели, а вместе с ним и собственное величие. Динамичные танцы и яркие костюмы, приправленные острой сатирой от Ильфа и Петрова, это торги, чего иркутский зритель вновь и вновь приходит на спектакль. В театре юного зрителя сегодня покажут спектакль «Восемь любящих женщин». Постановкой является версией пьесы француза Робера Тома «Восемь женщин». В 2001 году ее для киноэкранов уже атаптировал француз Франсуа Азон, за что удостоился ни одной награды. В актерском составе того фильма сплошь и рядом были звезды первой величины, что можно сказать и о спектакле нашего театра. С небольшой ремаркой на масштаб. Детективный сюжет спектакля завязан на убийстве Марселя, который играл немаловажную роль в жизни каждой из женщин, собравшихся в этот вечер в загородном доме. Кто же все-таки убийца? Ответ можно узнать, посетив спектакль. В библиотеке имени Молчанова Сибирского стартовала фотовыставка Марины Свининой «Прогулки с Вампиловым». Особенность экспозиции заключается в том, что она является своеобразной фотоэкранизацией сцен из произведений Вампилова. Проанализировав произведения Иркутского классика, специалисты выбрали наиболее фотогеничные моменты его произведений, которые и были поставлены и сфотографированы. В съемках были задействованы студенты старших курсов театрального училища. Уникальный формат выставки не может не приличать любителей творчества Марины Свининой. В филармонии состоится концерт памяти Владимира Высоцкого на Большом Каретном. Мероприятие приурочено к 80-летию исполнителя. В программе только самые лучшие песни Высоцкого. Хотя можно сказать, что у такого таланта не было плохих композиций. Каждый стих Владимира Семеновича пропитан мыслями о благе своих соотечественников и любовью к родине, а также простой человеческой моралью. Вот почему все мы знаем строчки великого певца. Не упустите возможность вживую услышать такие близкие русскому человеку песни. Продолжает свое чемпионское шествие в прокате фильм «Движение вверх». Лента уже успела стать самым кассовым российским фильмом за всю историю, но при этом не собирается останавливаться. Хороший Сарафан сделал свое дело. Напомним, что «Движение вверх» рассказывает об эпичной победе советских баскетболистов над всемогущими американцами на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Легендарные три секунды вошли в историю, а американские спортсмены до сих пор отказываются признавать свой проигрыш. В такой трудный период нашей стране нужна была вдохновляющая история о прежних победах, и мы ее получили. Если вы еще не посмотрели «Движение вверх», то со всех ног спешите в кинотеатры. Столь чувственную и сильную историю нужно смотреть на больших экранах. Все хорошее имеет свойство заканчиваться. Вот и наша рубрика подошла к концу. До скорых встреч, увидимся завтра! Доброе утро, любимый город, любимая область! Сегодня на календаре 30 января и в студии Утенева шоу «Барабан» вас радовали. Александра Малых и Глеб Нечаев. Мы напоминаем, что именно ты сможешь выиграть билеты на всевозможные развлечения. Просто участвуйте в конкурсах в социальных сетях в нашем Инстаграме и в группе ВКонтакте. Присылайте нам свои интересные видео для рубрики «Включайся на почту» Делитесь своими любимыми рецептами с Игорем Биалусом, отправляйте их туда же на почту. И следите, конечно же, за нашими эфирами в 7.00 и 8.30 утра на повторе. И отвечайте на наши вопросы. На сегодня у нас все. Пусть в вашем доме царит теплота и уют. Отличного дня настроения и до скорой встречи!